Я буду играть такого человека, который пришел к вам и говорит, что семинары – это очень много хлопот, а вы будете меня переубеждать. То есть я вас буду троллить всякими вопросами, а вы мне будете рассказывать, что на самом деле жизнь не такая. Семинары – не очень много хлопот. Нет, нет, нет. Ну я вас просто предупреждаю, как мы сейчас построим. То есть я-то с вами со всеми поговорила, все узнала, но сейчас-то будет все по-другому. Сначала я вам представлю наших гостей. Виталий Дудко. Он приехал к нам из Челябинска. Компания-создаватель. Виталий за свою жизнь провел более 15 мероприятий. На самом большом своем семинаре собрал 250 человек. То есть это очень масштабные, большие семинары. Евгений Горцев. Компания OneWay. Приехал к нам из Архангельска. Уже не опыт чуть поменьше. 6 семинаров. Максимальную аудиторию, которую собирал – это 200 человек. Муратов Индиев. Приехал к нам из Махачкалы. Ребята абсолютно, мне кажется, рекордсмен. Они провели более 12 мероприятий за последний год. То есть вы их проводите каждый месяц, Мурат? Вот такой норматив. И вам нравится? Прекрасно. Мы поговорим об этом. Семинары. Максимальную аудиторию, которую собирали до 100 человек. То есть тоже очень посещаемые. Сергей Разин. Приехал к нам из города Чебоксары. Провели более 8 мероприятий. Проводили в том числе в Москве. У ребят не только региональный опыт. Компания Vidok, я помню, не представила. Прошу прощения. Тоже собирали аудиторию до 150 человек. Еще к нам присоединился Женя Чернов, который в прошлом работал в МСТ Digital, а сейчас в бюро Пирогово. Прости, мы не подготовили на тебя слайд. А Женя вообще потрясающий опыт. Он делал огромное мероприятие в Ульяновске на 3 тысячи человек. 3,5 тысячи человек. Вы представляете? Ого-го. То есть Женя с нами поделится вообще такими масштабами. А дайте Жене микрофон, можно комментировать что-то. Здравствуйте. Я вообще случайно попал. Да, да, да. Он вбежал и сел. Я сказала, ну оставайся. Я думаю, может, на следующем диване. На самом деле, действительно, мы создавали конференцию «Стачка». Очень много компаний. Здесь сидят ребята из Маймедиа. Где-то вон, да. Соответственно, очень много людей. У нас было 8 организаторов. Десятичные. В этом году «Стачка» собрало 3,5 тысячи человек. И я вам могу рассказать, что там. Ну вот подожди, не перетягивай свое внимание. Давайте поприветствуем наших участников. Да, поприветствуем наших участников. Я напоминаю, что правил особых нет. Помимо того, что они расскажут про свой опыт, наша задача вытащить из них все самые секретные вещи. Вообще у ребят есть очень много. А куда Нияза дели? Он же троллить будет. Нияза будет с места троллить. Ну мы тебе микрофон принесем. Вообще, мне кажется, у Нияза больше… Кстати, у Нияза отличная тоже по мероприятиям. Его менеджеры отлично работают. Я знаю отзывы. Как бы он ни прикидывался, у него очень хорошо люди работают. Ребята, я знаю, что организовать мероприятие – это очень большой геморрой. Простят меня наши все гости. Это сложно, это хлопотно, суетливо, это всегда форс-мажор, всегда что-то случается, чего не продумывали. Мне кажется, это очень затратно в плане ресурсов, времени, денег. Зачем вы это делаете? Расскажите по очереди. Убедите меня, что это нужно делать. Мне кажется, это тяжело. Главное, я не уверена, что это мне что-то да. Зачем вы делаете мероприятие? Зачем мы это делаем? Ну, в нашей компании мы это делаем, так как это будет одним из пунктов интегрированных маркетинговых коммуникаций и является одним из этапов продаж потенциальным клиентам. Ну, вот, наверное, две конкретные важные вещи. Долго занимать эфиры не буду. Передам слово, быстренько, коротко ответим, а потом раскроем содержание этих понятий. А вы зачем делаете мероприятие? Тем более 12 в год. Это же так много. Ну, зачем мы делаем мероприятие? Это лиды. То есть точка контакта своеобразная. Чем больше лидов, соответственно, тем больше объем продаж. Все довольно просто. То есть для вас это ваши клиенты? Да. Хорошо. Жить, давайте последний микрофон дадим. У тебя там… Давайте вот ребятам сначала. А вы зачем делаете? Ну, у нас три причины. Первая причина – мы учимся. Мы сначала на партнерке слушаем про продукты Bittrex, потом к презентациям готовимся про продукты Bittrex, потом еще рассказываем и таким образом сами запоминаем, что к чему, потом продавать легко. Семинары структурируют вашу деятельность, я правильно понимаю? Ну, это одна из причин, да. Виталий, подожди, но как, вот ребята делают это ради продаж? Вот Сергей и Мурат, а ты что, не продаешь там ничего? Вот одна причина – это обучение, причем семинары – это большой геморрой, действительно. Ну, когда привыкаешь, уже нормально, но тем не менее. Это концентрация усилий всей компании. Вот есть дедлайн, его никак не сдвинуть. И вот к этому сроку бывает там за три дня, там регистрации мало, там ничего не готово, все. И за три дня все равно все успеваем. И в эти три дня мы делаем больше, чем за месяц. А я, кстати, соглашусь, это, на мой взгляд, офигенный тезис. Ты не можешь перенести дату запуска космического корабля. Вот у нас есть две партнерки, зима и лето, их нельзя переносить. К ним нужно все придумать, все сделать, и сразу с этого начинается производство. Это позволяет сконцентрироваться. Ну, второе – это наполняем базу потенциальных клиентов. То есть у нас там рассылка, в общем… Точки контакта, ведь это мы все знаем, теперь называется. Да, 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 по-умному. Так. А вы зачем делаете мероприятие? Неужели вы тоже продаете там что-то? Так зачем продавать-то? Не надо продавать ничего. А тогда зачем? Конечно, продаем. Три причины есть, по которым мы делаем. Первое – прощупываем рынок, потому что благодаря этому можно узнать по отклику аудитории, в каком состоянии рынок находится, местный, где ты проводишь мероприятие. Второе, конечно, клиенты. И третье – это завязывание партнерских отношений с коллегами по цеху, потому что они постоянно все равно приходят в наши мероприятия, хотя мы просим не приходить. И это хорошая возможность подружиться, потому что мы вообще дружелюбны. Если кто-то сейчас смотрит нас из ассоциации нашей Архангельской, привет, ребята. Ребята в прошлом году, как я поняла, сделали в Архангельске ассоциацию интернет-агентств, правильно? Да, да, да. И я так понимаю, тоже семинары были там причиной? Вы так консолидировались благодаря этому или как? Ну, я могу рассказать, конечно, но, наверное, сейчас не тема это. Вы подружились с коллегами по цеху. Да, мы просто считаем, у нас есть ценности определенные у компании, мы считаем, что надо дружить, а не воевать. И вместе мы можем больше гораздо сделать для рынка и даже для своего бизнеса, чем воюем. Это помогает. Спасибо. Женя, а зачем вы делали стачку на 3,5 тысячи человек? Это же вообще страшное дело. Слушайте, у нас, наверное, чуть-чуть более такие философские цехи получились. Чуть ближе к микрофон. Нет, уже не так. Да, да, прям. У нас чуть более философские цели оказались. Так как компании, все, которые организаторы находились в Ульяновске, то у нас была цель больше поднять рынок, привлечь к этому внимание, привлечь внимание вообще всего рынка российского к региональным проблемам, к региональным студиям. То, что в регионах тоже есть сильные агентства, такие как МСТ, Маймедиа, Айтех и множество… А? Ванвэй, наверное. И многие-многие другие. Соответственно, мы больше как пропаганда и пиар, наверное, выступали. Но, конечно, лиды оттуда тоже подсыпались. Интересно. То есть даже со стачки получили? Да. Потому что мы используем стачку, как бы все компании используют стачку как кейс, как способность соорганизоваться и воплотить в жизнь какую-то идею. Потому что организовать мероприятие на 3,5 тысячи человек со 150 спикерами – это достаточно сложное занятие, которое требует большой концентрации и опыта. Поэтому, да. Ну, смотрите, я в итоге услышала три тезиса. Первое, что это источник лидов клиентов. Второе, что это способ пощупать рынок. Причем, вот, Виталий, наверное, твой тезис, что это способ контакта, он не равен, как я понимаю, тому, что это потенциальные клиенты. Ты все-таки не гонишься за клиентом, ведь я знаю, ты мне рассказывала, ты именно контакт собираешь. Расскажи, а что вот это, чем это отличается? Это не обязательно клиенты, это такая база наших последователей, что ли, я не знаю, с которыми мы потом дальше работаем. Кто-то покупает, кто-то нет, кто-то, может быть, не покупает, но знает о нас и транслирует это там своим знакомым и так далее. Ну, то есть это тоже пиар получается? Это имиджевое мероприятие, да, то есть продажи на семинаре это второстепенно и от нас, на мой взгляд, не так уж сильно и зависит, ну, продажи наши нормальные проектные, а вот основное это имидж, да. Ну, то есть у нас, получается, клиенты, имидж и фидбэк от рынка, как нам сказал. Светлана, еще один тезис. Я говорил об интегрированных маркетинговых коммуникациях и подразумевал не только посыл рынку, не только позиционировать себя на рынке, не только общение с рынком и брать обратную связь. Но это еще и важная часть внутренних коммуникаций для компании, что мы работаем с битриксом, что мы планируем работать с битриксом и то, что мы активный игрок на рынке, чтобы это знали наши сотрудники. Это тоже считаю очень важным. То есть не только наружу транслировать? Конечно же, это внутренние и внешние коммуникации, да, это настраивает на определенный лад команду нашу. Я честно скажу, я не думала никогда о семинарах с такой точки зрения. Вот Виталий сказал, что он учится на наших семинарах, и ты сейчас подтвердил, что это коммуникация. Окей. Я бы еще хотел комментировать. Когда я говорил про продажи, я имел в виду то, к чему мы сейчас пришли. Естественно, когда мы начинали год назад с федерального семинара 5 июня, для нас в первую очередь это был информационный повод. То есть повод заявить себе, это как минимум 5-6 информационных агентств, проводим в таком-то месте, такая-то компания, компания КВА-ИТ. Естественно, это информационный повод. Но мы пришли к тому, что эти семинары дают клиентов. То есть реальный клиент, ты не просто пришел, послушал и ушел. Конечно, мы видим рынок, мы видим, что, например, те же по опыту риелтора, их в принципе не очень-то интересует. Хотя, казалось бы, можно было бы им использовать CRM для недвижимости на основе Bittrex 24. То есть переработать, сделать, продать. Не хотят. То есть, конечно, это и продажи, и имидж, и пощупывание рынка, но в первую очередь для нас сейчас это все-таки продажи. Отлично. Кстати, сколько клиентов… А, ты дополни что-то хочешь. Можно я прямо… Сергей Полуэктов сидит, он тоже организатор стачки, у него просто база знаний еще больше. Мы вдвоем такая маленькая стачка локальная организация. Сергей Полуэктов, поднимите руку. Здравствуйте. Можно мы его вот сюда вот посадим, он большой как раз. Выходите, выходите. Раз пошло такое, выходите. Неяс, неяс, давай. Сиди, сиди. Неяс не занимается семинарами. Мурат, скажи мне, вот ты про продажи говоришь, а сколько у тебя… ну не знаю, стоит ли мне… вот я вот все раздумываю, хлопотно все, ну сколько клиентов-то я с семинара получить могу? Ну стоит ли меня заморачивать? Сколько? Ну один, два. Ну сколько вы получаете? Чуть ближе микрофон только. Да, ну точно количество я сейчас не могу сказать, но естественно если… мы проводим вообще федеральные семинары, то что проходит везде, да, во всех городах и локальные, ежемесячные, то есть по определенным сферам бизнеса. То есть в один месяц это одна сфера, в другой другая. Если говорить про последний семинар, да, вот он прошел 5-5 июня, у нас было порядка 70 слушателей, я их так назову, из них 8 или 9, если не ошибаюсь, клиентов. То есть там конверсия… Больше 10%. Конверсия больше 10%, но это как бы не повод для такого чрезмерного оптимизма, потому что если мы проводим непосредственно вот эти локальные семинары, да, то там конверсия значительно падает, потому что ну тут мы можем тупо взять, вот я говорю тупо, на самом деле это конечно не так, вот по федеральным семинарамам у нас есть своя база, да, есть база там может быть, которую мы наработали за прошедшее время, есть база, ну даже желтые эти странички, да, то есть можно звонить всем. Когда мы говорим про определенную сферу, то тут круг существенно сужается, и среди тех, кто есть, пришедших, например, под тем же риэлтором, да, там намного меньше желающих. Если говорить непосредственно о цифрах, то с обычных семинаров это 1-3, где-то так. Ну я скажу так, посещаемость у нас на локальных семинарах это порядка 20-30 человек. Ну тоже неплохой процент на самом деле. Бывает и 50, но я говорю посредненно. Кто-то, я смотрю, Виталий хочет. Я хочу уточнить, локальные это отраслевые, да, какие-то? То есть вы отрасль берете? Да, да, да. Хорошо. Там 10%. Какие отрасли брали вы? Там низ. А, там 3%, а на общих 10%? В этот раз получилось 10%. Но тут я хочу сказать, если мы сейчас говорим о конвертации, да, то как бы нужно иметь в виду, что некоторые элиты, они как бы конвертируют спустя год. Потому что вот у нас в прошлом году было… Чуть-чуть ближе микрофон, к сожалению, дальше не слышно. В прошлом году у нас было мероприятие, и последний клиент, который пришел с того семинара, то есть такой тепленький, 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 это был конец мая. То есть шел до нас практически целый год. Поэтому мы его тоже как бы засчитали за… А вот такой вопрос, знаешь, не Париж или столица Франции. А вот как вы узнали, что этот лид, который был у вас там год назад на семинаре, вы, наверное, в СРМ его заносили? Конечно, все заносится в СРМ, но как иначе. Скажите, как вы вообще работаете с СРМ, с посетителями ваших семинаров? У вас алгоритмы какие-то есть? Нет, алгоритмы есть. Если рассказывать все и вся, как бы это займет очень много времени, не хотел бы оттягивать идеал, но есть определенная там у нас логика в действиях. Например, когда мы собираем определенную аудиторию, естественно, есть менеджеры, которые следят за реакцией зала. То есть если кто-то задает вопрос, интересуется, у нас всегда бывают кофе-брейки, обед, перерывы. В эти перерывы менеджеры непосредственно связываются с слушателем, который проявил интерес. Теперь, как мы обрабатываем на своем опыте? У нас есть, например, я условно говорю, 100 анкет. Из 100 анкет мы… Вообще вопрос даже не про обработку полученных анкет, а вообще в целом лидов. То есть вы работаете с анкетами? Да, у нас есть воронка, условно говоря. Вот есть 300 контактов. Вы таким образом понимаете, что люди, которые заполнили анкеты, это самые ваши потенциальные благодарные клиенты? Да, да. А все таким образом поступают? У всех такая история с анкетами? Я хотел сказать про конверсию. Я услышал 10%, больше 10% вахнул, думаю, классно. А потом услышал 1-3%, думаю, что-то маловато, потому что мы… 1-3 клиента, да. Окей. Мы посмотрели 7-8% конверсии, которые из пришедших на семинар, то бишь мы включаем в течение 6-8 месяцев в работу. И с части, касающейся не только анкет, мы обрабатываем лидов, но всех участников, которые даже не сдали анкеты, и даже тех слушателей, точнее потенциальных слушателей, которые просто зарегистрировались и по каким-то причинам не пришли. У нас получается несколько групп слушателей после семинара. То есть у нас кто-то сдает анкеты, кто-то их не сдает, а вы по-разному с ними работаете. Расскажите кто-нибудь. Тут образуются 4 группы, те, кто в анкетах отметил, что свою потенциальную теплоту и заинтересованность, те, кто просто заполнил анкеты, слушатели в целом, и те, кто не пришли по каким-то причинам на семинар. То есть те, кто не пришел, вы тоже с ними работаете? Конечно же, мы с ними работаем, берем обратную связь, это как обратная связь с рынка, берем обратную связь о тех темах, которых их заинтересовали, естественно, направляем презентации, ну и так далее. То бишь полностью включаем в работу их. Ну и, соответственно, вот такой алгоритм. А расскажите, кто еще как работает? Виталий, вот вы как? Ну, у нас процесс немножко другой, но в целом примерно такой же. То есть вначале лендинг-пэдж идет, с него все регистрации заносятся, во-первых, в рассылку, во-вторых, в битрикс24 сразу автоматом лиды через API. И, соответственно, мы в конце, ну то есть когда семинар прошел, у нас есть лиды, есть анкеты бумажные для работы. После этого мы в первую очередь, желательно там в течение первых дней после семинара идет обработка, кто в анкетах написал «хочу сайт». Это как бы самые горячие такие. А потом уже в течение следующих двух недель мы работаем с остальными, кто пришел, ну и кто просто зарегистрировался, они как минимум рассылку по результатам получают. Соответственно, тоже. Ну, самый главный эффект… А рассылка по результатам – это ссылка на презентации, материалы? Фото, мы видео профессионально записываем всегда там с двух камер. Ну, последние два вот мероприятия мы с двух камер записываем, потом монтируем. И выкладываете видео, даете им возможность пересмотреть это все? Да, конечно. А те, кто не пришли на семинар, на мероприятие, вы рассылаете им видео, чтобы они могли посмотреть тоже? Да, я вот об этом и говорю, что они получают материалы семинара, ну, в другом виде, в электронном. И, соответственно, в принципе, я считаю, что все, кто даже не пришел, но хотя бы зарегистрировался, это наши такие теплые клиенты для последующей работы. И это вот основной, наверное, эффект вообще от семинара с точки зрения продаж. Спасибо. А давай сейчас Женя, ты добавить хотел что-то? Ну, я просто про методику, про нашу хотел сказать. Про методику, про нашу хотел сказать. Про работу со стачкой? Ну да, про конверсию это сейчас Сергей скажет. Просто мы столкнулись с такой ситуацией, что у нас на текущий день там где-то семь с половиной тысяч человек база после трех конференций. И мы делаем соответствующие рассылки. Плюс нашими клиентами стали компании не по стандартной методике, то есть там заказали сайт или еще что-то. Они пришли как спонсоры и купили спонсорские пакеты. Соответственно, там тот же Wargaming, Skype и прочие ребята, они стали там в свое время генеральными спонсорами и отдавали какое-то количество денег как спонсоры. И с этой точки зрения они тоже стали клиентами постоянными, потому что каждый год эта история повторяется. А про конверсию это вот я не знаю ничего. Сейчас вот Сергей скажет. Сергей, добавьте про конверсию. У вас такая шикарная база, там получается семь с половиной тысяч. Я хотел добавить про конверсию не столько участников, сколько компаний, которые приезжают, участвуют в нашем мероприятии. Потому что наша компания занимается разработкой, в том числе на подряде. И я, как организатор технической части конференции «Стачка», знакомлюсь и устанавливаю контакты с первыми лицами, со спикерами компаний, которые приезжают, в том числе из диджитал-среды, в том числе из… Клиентов, клиентов-то сколько? Мы хотим знать, сколько можем заработать после семинара, после сдачи. Говорите конкретнее. Конкретнее. Компания «Гринсайт» Егор тут сидел. Вот после «Стачки» познакомились, начали совместно работать. Егор, ваш клиент? Я думала, Егор, свои клиенты на разработку. Работаем, сотрудничаем, совместно реализовываем проект. Окей. А можно мы… Вот на самом деле очень много людей подняли руку, они еще никогда не проводили семинар. Можно кратко. Во-первых, про ваш первый семинар, как вы решились, в каком месте проводили общий бюджет. На самом деле тяжело ведь первый раз. Я до сих пор помню этот… Не со «Стачки» начнем, они как озвучиваются. Не-не-не-не, с их семи тысячами не надо. Не-не-не, на самом деле первый семинар у нас до «Стачки» мы проводили постоянно интернет и бизнес для бизнеса ульяновского семинара. И там приходили от 20 до 100 человек. И мы… Первый бюджет на «Стачку» был 30 тысяч… Ой, на «Стачку» был… Себя, 30 тысяч рублей. 30 тысяч рублей. Мы, ввиду того, что все мы здесь из IT, мы просто договорились с гостиницей на бартер, мы им сделали рекламу и сайт, они нам предоставили площади с едой, со всеми делами. И там мы проводили конференцию. То есть никогда не надо забывать о том, что есть такая классная штука в России, как бартер. Прекрасно. А что остальные добавят про бюджеты? Как вы провели первое мероприятие? Отлично. Ну, понятно. Что это было за место? Какой бюджет? Как решиться на это? Небольшой секрет с местом. Поищите государственные бюджетные учреждения. Мы нашли библиотеку. Очень дешево сдают. Прям вообще. Отличный боевой совет. Что же было в библиотеке? 4 тысячи рублей за день. Прекрасно, я считаю. Да почти бесплатно, я считаю. А почему библиотека? Наш клиент. Красиво звучит и все понятно. И тоже бартер. То есть даже 4 не платили. Нет, какие бартеры? Они запрещены по закону. Ну, вы что говорите? Бартеры не запрещены по закону? У них запрещены. Нет, ну, нет. Там до 4 тысячи рублей можно заплатить. Лучше мы им за деньги свои услуги предоставим. Значит, по поводу бюджета. У нас тоже примерно такой 30-40 тысяч выходит. Ну, у нас город, там, до 500 тысяч человек. В организации самое сложное, наверное, для меня было это питание. Потому что если не предоставляется питание, у нас в библиотеке его нет. Приходится самим это делать. Вот, это вот запарно. И как вы это сделали? Ну, плюшки, чайники? Плюшки закупили, воду накрутили. Ну, я выкручивался как мог. Я нашел термопоты. Ну, у нас в студии кое-что есть. У знакомых термопоты взял. Нашел столовую, которая делает классную выпечку. И вот сделали кофебрейк, такой кофебрейк-обед с помощью вот этого. Ну, и закупили. А на сколько человек вы все это делали? Ну, вот сейчас регулярно 100 приходят на мероприятия. Первое было 200. 200 человек? 200 человек? Первое мероприятие. Да. А что, нельзя? 4 тысячи рублей помещение. Прекрасно. В библиотеке. Ну, вообще класс. Ну, да. Нам очень в этом плане повезло, что ли. Я хотел еще сказать один момент. Вот как-то CRM быстро упустим. Про CRM еще будем говорить? Будем, будем говорить. Сейчас мы разберемся, как провести первое, потом где набрать клиентов. Еще важный момент для тех, кто первый раз, если будет. Придите за день, если можно. Лучше в любом случае придите. Если даже нельзя, все равно придите. Проверьте все оборудование и проверьте, что все точно работает. Это вот 50% проблем это с оборудованием на мероприятиях. Очень хороший совет. На самом деле именно так и случается всегда. Это правда. Коллеги ваши, если только покомпактнее, чтобы много всего успели обсудить. Ваши первые мероприятия, бюджет и как вообще начать? Женя, у тебя было второе первое мероприятие. На самом деле, вот то, что сказали про госсектор, вот если вы договоритесь, государства всегда, вот региональные, по крайней мере, учреждения идут на встречу. То есть, несмотря на то, что там мы проводим большие мероприятия, нам площади дали бесплатно. Университеты, кстати, хорошо дают, у них большие лекции есть. Мим-центр нам стоит. И с ними очень легко договариваться. Они иногда вообще не берут деньги, если можно студентам прийти. То есть, они говорят, да, а студентам можно? Ты говоришь, да, 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 прекрасно. Полная большая аудитория, у тебя толпа, и все задают вопросы. Подожди, может не все студенты в клиенты конвертируются? Ничего страшного. А у вас как? Мы первый федеральный семинар, первый семинар наш, получается, проводили в актовом зале института. А студенты были? Студентов было меньшинство. Мы просто заквили дейли. А, чтобы с кофебрейком не заморачиваться, да? Да. Да, кстати, их кормить дорого, это факт. Нет, нет, мы кормили. Насчет бюджетов, ну, сопоставим мы с тем, что говорил Женя, у нас, в принципе, чуть меньше миллиона жителей. Я думал, он сказал, бюджет, мероприятие. Ничего, я сразу прикинула, какого же размера конференцию на эти деньги можно провести. Да, да, да. Нет, я имею в виду про количество. Махачкала, ну, все понятно. А теперь, ну, насчет того, что говорил Женя, проверки оборудования, да. Да, ну, буквально на самом первом семинаре проблема возникла, составлять презентации на маке, вот в приложении, да, а потом переносить в Windows. Ну, это классическая бага. Это вообще, потому что я вот за 10 минут увидел, что там творится в PowerPoint с моей презентацией. Я был в шоке, как бы, да, пришлось быстро-быстро все переправлять и… И с мака показывать. Нет, все-таки с Windows. Так, еще два первого опыта. Ну, про библиотеку я уже добавил, что мы тоже первый свой семинар проводили в библиотеке. Я больше хотел сказать о тех уроках, которых нужно извлечь из проведения, да, это больше обратить внимание на планирование и подготовку. Спланировать питание, то есть кто подрядчик будет питать? Ребята сами булочки закупили, все хорошо. Это все классно, когда сами, когда, я думаю, что все-таки, если сам докладчик готовит и раскладывает пирожки там, да. А вас-то как было? Ты расскажи, что у вас. Почему-то… Ну, у нас было примерно так. Сами докладчики участвовали в организации питания и технические проблемы решали. Это не совсем правильно, в настоящее время, я считаю, это не совсем правильно, да, и надо… Почему? Потому что докладчик должен быть на сцене и общаться, возможно, в кулуарах с клиентами, а не заниматься пирожками. Не считать булочки. Да, совершенно верно. Ну, соответственно, вот я уже говорил, что семинар – это один из первых этапов продажи. Подготовка и планирование. Собственно, и… Слушай, ну, если так боя… То есть, на самом деле, ты подводишь к правильному выводу, но ведь если пытаться сделать идеально первое мероприятие, ты его не сделаешь. Надо, чтобы обязательно был… Его надо сделать. У участников, у организаторов должен быть обязательно план. Не в голове, а расписан на бумаге. Тогда вот это работает. Потому что, если все это в голове у одного человека, а остальные участники семинара, организаторы, точнее, не знают, что у этого человека в голове, соответственно, они по-разному это воспринимают. Но ты их больше пугаешь, чем убеждаешь, что надо сделать. Я говорю, это четкий инструмент, который поможет. Слушай, Виталий, у тебя был первый семинар в библиотеке? Давай, да или нет? У меня не было семинара в библиотеке, извините. У меня все проще. Мы в бизнес-центре сняли помещение, заказали там же кофе-брейк. Вы не получили сами бутерброды? По времени это там три часа на выбор бизнес-центра плюс оплата счетов. Сколько вам это стоило? Вот хотел сказать по бюджету, в среднем это 50 тысяч, 25 на аренду плюс кофе-брейк и 25 на анонсирование, ну плюс-минус. Такой средний бюджет. Это причем не сильно меняется, хоть семинар на 20 человек, хоть на 100 человек. То есть больше 100 уже залы там по-другому стоят и там уже другие немножко цифры. До 100 это вот примерно такой бюджет. Вот и анонсирование, почему надо вкладывать в анонсирование, потому что, как я уже говорил, основной эффект, ну мы для себя видим именно в пополнении нашей базы потенциальных клиентов. Соответственно, наша задача, ну самая первая, это как можно больше регистрации накачать. Регистрации накачали, все, мы потом спокойно уже, что все хорошо, уже на расслабоне проводим семинары. А вот давайте как раз поговорим вот про эту часть. Вы решились, все готово, вы готовы провести мероприятия, библиотека, университет, бизнес-зал. Кстати, иногда это могут быть маленькие мероприятия, там 10-15 человек, если вы проводите его так на быструю руку. Все, вы уже решились. Надо теперь набрать клиентскую базу. Надо набрать этих людей. Как это сделать? Кто из вас рискнул сделать баннер в городе? Не надо. Ну на сайт понятно, вы растяжку-то повесили, а еще как? Обасной. А вот вы 7 тысяч человек, неужели ни разу? Есть. Ну мы дойдем до вас. Как вы набираете людей? В обратную сторону, да, пойдем теперь. Значит, вот про точки контакта сегодня очень удачное выступление было. Надо смотреть, конечно, целевую аудиторию и тему проведения мероприятия. Раз она у нас айтишная, то надо такие каналы искать. Значит, очень классно у нас сработало. Тоже раскрываю секрет, может быть. Региональный портал новостей. Вообще просто супер, оттуда очень большой трафик. Значит, всякие… Сразу же вам помогу. Всякие публикации в бумажных не работают, даже не надо, не тратьте время. Пытались публиковаться в бизнес-журнале, тоже почему-то не сработало, не знаю почему. А как вы могли посчитать бумагу? Может, она работает, а вы не знаете? Нет, так есть же при регистрации указываешь, откуда ты узнал. А, вы так? Важно это, видимо, спросить. Надо не забыть спросить, откуда вы о нас узнали. Ну, естественно. Мы сейчас просто о всех деталях не можем, к сожалению, поговорить. Во-первых, это обязательно новостные порталы, если они есть, очень рекомендую. И, если это возможно, какие-то тематические ресурсы, если есть, опять же, региональные, да, какие-то там баннерные рекламы и так далее. Насчет того, чтобы на улице, ну, как бы можно, но это вообще… Не работает. Ну, я бы не сказал, что это не работает. Но не пробовал. Нет, мы пробовали. Почему? Что вы пробовали? Баннер? Растяжку? Вот сейчас, буквально в пятницу, проходил семинар Игоря Мана в Архангельске. Ты знаешь, вот накануне в семинаре Игоря Мана проходил. Вот где Ман рекламировался? Баннеры стояли на самых центральных улицах города. То есть работают? Ну, там это не единственный канал был. И целевая аудитория, то есть, я говорю, надо из нее исходить. Опять же, на Игоря Мана была… Ну, это все деньги. А как подешевле? Подешевле? Нужно использовать те каналы, которые есть уже сейчас. То есть, это, во-первых, клиентская база, конечно же. Но не расширяешь. Тогда идешь по старой базе, но зато вовлекаешь. Не, ну это… Почему? Если… Это зависит от того, как ты составишь рассылку там или… Ну, на первое мероприятие как вы набирали? Ну, на первое мероприятие вообще Битрикс помог сильно. А, черт. Почему? Не черт, Битрикс очень молодец. Ну, давайте, ребята, у нас не так много времени. Давайте мы пройдем… Запомните, главное, новостной портал и своя база клиентов. Региональный, городской новостной портал, да? Хотя бы две эти вещи заполните, это очень хорошо. Да, я хотел тоже отметить, что региональный лидер, площадка по количеству просмотров, баннеры, это работает. На мой взгляд, по нашим оценкам, хорошо работает при исходящих звонках клиентам, потенциальным холодным звонкам. Также не просто продавать что-то ему, а просто пригласить на семинар. И он уже, соответственно, как личное приглашение это работает. Собственно, на e-mail рассылки по существующей базе, которая есть, существуют e-mail рассылки по базе, которые вы можете найти. Способы вам рассказывать не буду, кто знает, тот знает. Вот, собственно, вот четыре вещи, а там можно бы импровизировать, потом отдать. А могу еще одну тему отдать. Вконтакте, так далее, так далее. Там потом уже точки контактов очень много, на самом деле. Особенно знакомые, обязательно говорите знакомым своим. Ну, если руководитель говорит знакомым, это работает. Он еще кого-то приведет. В каждом городе есть одна-две бизнес-школы. Однажды я с директором бизнес-школы познакомился, мы поболтали. Я ему, конечно, настроил Bittrex 24. Он говорит, слушай, давай семинар прочитай, у нас тут будет скоро семинар. Приходи, что-нибудь расскажешь. И я приехал в расчете, что увижу там, ну, 15-20 человек. Захожу в зал, 250 человек. Здоровая аудитория. И на самом деле это цвет, так сказать, общества. У бизнес-школы отличная аудитория, им нечего рассказывать про интернет. И вы оказываетесь носителем знаний. Договариваетесь, общаетесь. Это отличная клиентская база, с ними нужно работать. У нас заканчивается, кстати, как ни странно, время круглого стола. Я думаю, может быть, мы в зал. Почему? У нас 18. А, ну давайте, да. Мы много, конечно, не успели вопросов. У меня два вопроса. За какое время вы анонсируете мероприятие, за сколько дней? И второй вопрос. Какие дни и недели лучше всего проводить мероприятия? Выходные или рабочие, или понедельник, или пятница? Ну, вот четыре мероприятия основные, которые регулярно, нам, по сути, назначает Митрикс. Формула, там можно договариваться по дате. Формула сайта, я имею в виду. То есть федеральный семинар, он фиксированный. Формула сайта, можно договариваться по дате. Но фиксированный-то они тоже ведь с умом. Они же там выбраны вторник, среда, четверг, понедельник, пятница. Это не самые лучшие дни. Среда, четверг, это как раз нормальные дни, когда еще народ, не пятница, когда народ уже не работает, и не понедельник, вторник, когда он еще не работает. Жень, ты головой качаешь. А почему нет? В субботу никто не придет. Вы что, в субботу все своими делами занимаются. Жень, ты что-то добавить хотела? В рабочее время надо. Я первый вопрос не слышал, к сожалению. Вот второй вопрос, когда проводить? Мы проводили вначале по субботам, а потом как-то пошло ощущение. По субботам собирали? По воскресеньям пошло, по субботам. Потом ощущение такое, что все меньше и меньше. А потом перенесли на четверг. И больше стало? И нормально. Женя, а ты что хотел добавить? Вы с тачку… Пятница, суббота. Пятница. Но то конференция, а то семинар. Смотрите, семинар, основная аудитория ваша, от которой вы должны донести какую-то мысль, связанную с сайтом, с бизнесом и прочее, это либо собственники, либо топ-менеджмент, который в принципе заинтересован в этом. Это средний бизнес, малый бизнес, крупный бизнес не ходит на семинары, либо это семинары, которые стоят очень дорого. Соответственно, если мы делаем семинары в среде недели, именно про бизнес, про продажи, про сайты и прочее, то это, во-первых, для бизнесмена, для генерального директора, это потеря времени, потому что он в это время работает и должен приносить деньги в компанию. Если он посылает какого-то менеджера, менеджер с удовольствием пойдет, но он пойдет ради того, чтобы не работать. Соответственно, самые заинтересованные люди освобождаются пятница, суббота, которые готовы потратить свое время ради бизнеса. Это самые благодарные слушатели, которые самостоятельно жертвуют своим временем выходного дня для получения знаний. Вот в это время их можно собирать. Спасибо. Интересный взгляд. Мы так не делали. У нас вопрос еще есть. Подожди, да еще. За какое время вы начинаете анонсирование? За две недели. Две недели? Мы начинаем работать за месяц. За месяц? Так, Виталий. За две недели первый вход, основной анонс идет за неделю, и вот там практически каждый день по один-два канала. Олег? Прости. Две недели, да. Две недели. А Жень, ты что скажешь? По семинарам месяц. Месяц. По конференциям понятно, что он больше. По семинарам месяц, по конференциям полгода, да. Да. Вопрос у нас. Бесплатные, я так понимаю, у всех. Но стачка может платная, а семинары бесплатные. В 20-м году платные. Семинары платные стали проводить. В 5-м году. Семинары по 200 тысяч за билет я продал. Богато. Окей. Скажите, пожалуйста, какой канал привлечения клиентов дает лучшее соотношение количества регистраций к количеству посещений? То есть может быть много регистраций, но почти никто не пришел. Или сколько зарегистрировали, столько и пришло. Ну, близко к тому. То есть какой канал лучше всего себя показывает? Ну, никогда такого не было и не будет, наверное, что сколько зарегистрировалось, столько и пришло. Из каналов, но мы рекламировались, баннер давали на сайте информационного агентства на развлекательном портале. Развлекательный портал, бизнес-направляющий там была. И вот это основной поток. То есть те, кто… Мы, естественно, анкетируем, откуда пришли, да, именно с этих сайтов. Конечно же, если исходящие звонки и говорят, что придут, то в большинстве случаев приходят. Но тут вопрос в том, что мы обрабатываем как бы всех, и тех, кто не пришел в том числе. Но бывает и так, что обычно это перевернутая пирамида, когда больше, меньше, 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 все меньше. Но был один случай, позавчера он был, 25 июня, когда была перевернутая пирамида. То есть пригласили мы там 30 человек, а пришло 55. Как вы думаете, что за сфера? Государственная организация. А делали в пятницу, да? Да. Прекрасно, отличное позиционирование. Чтобы не работать и полдня свободных. Давайте вопрос. Спасибо большое за доклады. Просто у меня самого есть опыт чтения в Москве. Да, не связанный с Битриксом, просто с разработкой. У меня есть такое впечатление, может, вы с этим поспорите, но есть уже пресвещение именно московского. Давайте подумаем вместе. Каждый из вас ответит. Вы хотите провести семинар в Москве? Назовите тему, по которой будете ее читать. Без Битрикса. Назовите тему, как бы вы ее осуществите. А зачем без Битрикса читать семинар? Ну, создание сайтов. Вы просто хотите создать по созданию сайтов больше клиентов. Именно в Москве. Как вы назовете свой семинар? Спасибо. Одна из тем, я отвечу на одну из тем, которая, мне кажется, важна и интересна клиентам, как правильно выбрать подрядчика при заказе сайта или мобильного приложения. От первого лица все честно. Что-то такое там, да, откровение от первого лица. Я не знаю, что-то такое. Возможно. Еще вариант. Давайте учтем тот момент, что московская публика и московские компании чуть-чуть больше знают об интернете, нежели регионы, как факт. И если мы говорим о среднем и крупном бизнесе в Москве, то подобные семинары должны носить консультационный характер и явно не связаны с тем, как выбрать подрядчика. Потому что есть тендерные процедуры, есть умные люди под названием бренд-менеджеры и прочие чуваки. Здесь, если проводить формат, единственный формат, который показал себя хорошо в Москве, тот, который используют, это бизнес-завтраки. Либо тематики, связанные с общим консультированием, с четкими специализированными методиками, с алгоритмами, более специализированные тематики. Если, грубо говоря, в регионах нужно говорить о том, как выбирать подрядчика и что такое сайт, то в Москве нужно выделить определенную тему, связанную, например, с конверсией, с интернет-маркетингом, с чем-то, что даст специализированные знания. Потому что общее знание, общая база знаний в Москве намного выше. Можно я скажу? Согласен с предыдущим оратором. Буквально прошлое мероприятие проводили, и я так решил просто спросить, интересно ли на таких мероприятиях участвовать? Большинство подняли руки. Я спросил, в каком формате хотите? Вот так, как сейчас классически сцена, зал и спикер. Кто хочет? Ни один не поднял. Вообще ни один. Я спросил, а кто хочет в режиме диалога, консультации, общения? Больше половины подняло. Это реально работает. И есть еще одна проблема, которую не упоминали, это присущение семинара. У нас год назад это было немножко, может быть, декоринку. Но в этом году, в феврале, получилось так, что мы проводили наши семинары уже с октября прошлого года в бизнес-инкубаторе. Известный бизнес-инкубатор. К нам за две недели приехали овчинников, Федор, додопиться. Там еще несколько известных чуваков. И тут мы четвертые по списку. Так получилось, что база этого инкубатора и наши клиенты потенциальные, они смежные, то есть пересекаются. И так получилось, что часть просто отвалилась. Сюда пригласили, сюда пригласили. Больше уже не отпускают на семинар. Хватит, пора поработать. Да. Давайте еще вопрос. Здравствуй, Николай, компания Сотби. Такой вопрос. К примеру, вы сняли зал на 150 человек, запустили рекламу, опубликовались на новостном портале, рассылка, зарегистрировалось 700 человек. Что вы будете делать? Менять зал? Беги. Ну, кстати, это проблема будет. Что будете делать-то? Вот у вас 70 тысяч на стачку. Стадион? Ну, видимо, вы парализовали их этим вопросом. Отселивать по фейс-контролю. Можно я отвечу на предыдущий вопрос? Был такой опыт, только, правда, не в проведении семинаров для компании, когда желающих на мероприятие прийти было гораздо больше, чем была вместимость. Мы сделали три мероприятия. Давайте вопрос еще тут был. Пожалуйста. Вот такой вопрос. Структура лидов по типу сайтов и ценнику, которые вы получаете на этих семинарах. И какие внутренние ресурсы компании приходится затрачивать на подготовку и проведение в часах? Я отвечу. Естественно, мы лиды классифицируем. Пять ящиков, условно говоря. Первое – это лиды, которые пришли и оставили свои анкеты. Второе – это лиды, которые пришли и не оставили свои анкеты. Третье – это те, кто согласились прийти и не пришли. Четвертое – это те, кто отказался по тем или иным причинам. А пятое – это резерв. Туда мы скидываем из первых четырех групп. То есть, естественно, во всех этих группах последние завершающие этапы – это коммерческое предложение, встреча, продажа. Или встреча КП через слэшку. Что касается непосредственно звонков по лидам, да, конечно, мы делим на горячих и холодных, и тепленьких. Тепленьких подгоняем под горячих. А вопрос, кажется, был… Там еще была интересная часть. Примерно скажите в часах, сколько ваши люди тратят на подготовку? Да, а сайты, то есть типы, какие сайты, которые до продажи дошли. Я думаю, что здесь общая ситуация будет. Про какой тематике проводишь, так и получишь. Тут нет смысла гадать. Они общие ответы дадут. А вот сколько они часов тратят – это любопытно. В среднем человека часов, 40 часов на подготовку мероприятия – это в части, касающейся именно организационной. Потому что от 40 часов. Потому что там можно уже и уходить далеко вперед. Еще один ответ дайте. Сколько часов? Ну, по ощущениям, примерно столько же. Там половина на половину. Половина ресурсов – это подготовка качественного контента, и половина на организацию. Но ни то, ни другое несложно. Это очень просто. Давайте последний вопрос. У меня на самом деле два вопроса. Наталья Первый бит. Какая идеальная продолжительность времени семинара? Это первое. Сколько по времени должен идти идеально? И второй вопрос. Битаю мнение, что на платные мероприятия процент прихода людей зарегистрирован больше, чем на бесплатные. Так ли это? Конечно, так. Если деньги заплатил, как говорится, всех обманул. Деньги заплатил, а сам не перешел, что ли? Конечно, процент, когда заплатили деньги, больше пришедших. Но на платные уговорить тяжелее. Да, при этом количество часов, которое, на наш взгляд, оно оптимальное. Максимум шесть часов. Шесть? Максимум шесть часов все мероприятие, семинар я имею в виду, с учетом перерывов, перекусов и так далее. По поводу времени проведения семинаров, даже хотелось бы немножко пожаловаться, потому что федеральные семинары длятся очень долго. Особенно доклады, связанные с битвиксом 24 и бусом. А уж партнерская конференция вообще молча. Да. А локальные, конечно, они проходят быстрее, порядка трех-трех с половиной часов. То, что мы проводим ежемесячно. Я, кстати, вот, может, в завершение хочу сказать, что есть еще один формат мероприятия, который можно проводить. Мы проводим презентацию продукта, она занимает час-полтора с вопросами. Собирайте клиентов, буквально собрались, сделали телевизор или проектор. Вывели презентацию, во-первых, сами посмотрите, с клиентами обсудите. Вам будет что посмотреть, вы тут же заказы примете. Ну и, в общем, вы поддерживаете коммуникационные отношения. Контент к презентации нами готовится очень хороший и богатый. Съемка и материал тоже хороший. В общем, впечатление клиентов от такого формата коммуникации очень позитивное. Можно я напоследок скажу про сбор? Просто мы бесплатное мероприятие делали только конференцию, и в последний раз сделали ее за деньги. Все семинары, которые мы проводили, мы продавали билеты. И вся история связанная, много было слов про баннеры, про порталы и бла-бла-бла. На самом деле единственным гарантом того, что человек придет, это то, что он отдал за это деньги. Чтобы смотивировать его таким образом, пожалуйста, не поленитесь. Более-менее хороший продажник звонарь стоит там 20 тысяч рублей в месяц. Соберите просто тупо базу. Вот у меня на то, чтобы собрать всю базу всех брендов России, ушло там два месяца одного меня. Теперь у меня есть все люди, которые занимаются диджиталом в России. Собрать базу региональную по городу или по области, это на самом деле неделя работы. Со всеми прозвониться, со всеми лично познакомиться и продать им. Поверьте, в нашем случае, по крайней мере, это работало. Мой отдел продаж там два человека. Мы за месяц практически проходились по всему городу, продавали билеты, и люди сто процентов приходили. Потому что когда человек отдает деньги, он не оставляет себе шансов не прийти. Ну, либо он их дарит нам, что тоже приятно. Ну что ж, коллеги, спасибо большое за выступление, спасибо за мнение, которым поделились. Давайте поблагодарим. И я бы хотел еще раз вам сказать, что не бойтесь провести первое мероприятие. Оно получится, наверное, не идеальным. Вы сами себе напишите какие-то выводы, что нужно сделать лучше, но вы его проведете, и второе наверняка будет намного лучше. Отличных мероприятий. Спасибо большое, коллеги.